Ребята всем привет сегодня хочу показать вам батут который мы приобрели поставили у деревне и вот у нас так ребята с утра до вечера все прыгают у нас уже август смотрите уже яблони у нас вон тут ветки даже наклонились до земли ничего яблони урожай краснеют вот ну вот мы сюда поставили такой батут значит в диаметре он у нас 3 метра вполне достаточно вот как ребятишки скачут научились делать всякое сальто развивая координацию движений оп как значит это в диаметре я вам сказал три метра здесь вот притягиваются такие пружины собрали моего сами ничего сложного нет он не знаю буквально за полчаса минут за 40 вот он идет смотрите на такой как бы станине стоит вот на трех таких ножках алюминиевых трубках собирается обруч такой вот тоже алюминиевый из трубок или кто сборная пришел в таком ящике у нас коробки вот здесь вот такие пружинки идут здесь натягиваются пружины по периметру и ложится еще вот такая мягкая штука подложка на пружины чтобы не травмироваться но самое главное обязательно нужно брать сеткой батут высотой где-то метра два получается сетка остается здесь тоже такие трубки вставляется и они еще там идет такая мягкая трубка сверху еще одеваться не чтобы тоже не травмироваться очень все продумано и сетка вот такая сетка идет по периметру видите высоко и не перебрыгнуть просто ставили знакомые без сетки в общем улетают с батута только так и травмируется не только дети но и взрослые это не вариант потому что сколько раз на сетку вот они где-то споткнутся неправильно прыгнут и улетают в сторону а сетка задерживают никуда они не улетают и все нормально поэтому только сетка это техники безопасности обязательно так вот здесь такой замочек есть он видите двухсторонний то есть можно закрыть себя изнутри никита открой покажем замочек вот так видел он изнутри и закрываться давай закрываем вот все зашел закрыл себя и прыгаешь кстати сетка чем хороша туда через неё на виде мелкая даже не летят там какие комары пауты я даже немножко даже затеняют когда вот солнце то есть боков не летят а сверху тоже чтобы они залетают очень удобно вот ну такой нам обошелся где-то тысячи это 18 где-то плюс-минус они по-разному в разных регионах стоят например на так они отличаются по диаметру чем конечно ну диаметр больше тем подороже не стоит но трехметровые нам вполне за глаза хватает напрягаться и где-то до 150 килограмм вот на этом батуте можно прыгать но я так понимаю совокупной массы у нас здесь 45 ребят прыгала нормально больше уже тесновато здесь вот но и стать большой надо конечно вы площадь какую-то а у нас видит тропинка идет есть как раз между кустами поставили очень удобно ну и соорудили видите здесь такие ступеньки сделали из ящиков потому что высоко здесь получают сантиметров наверно 80 до края и вот так сделали и вот так это не прыгают отдохнуть снова прыгают сначала только вот так прыгали больше никак не умели потом начали сальто постепенно крутить так что штука такая для детей полезная физкультура ну вот видите полип потяжелее он повыше подпрыгивает и он может сальто крутить и на ноги вставать ну-ка покажи еще какие научились сальто крутить подожди Никита отойди по очереди давайте вот так с колен да с колен можно вот так это называться китаец да и вот так еще ну вот так сальто назад еще пока не научились да почти ну давай покажи как вот так можно не так вот так вот кажется что просто так вот прыгать на самом деле вот здесь требуется физическая подготовка тренировка нужна потому что тут почти все мышцы задействуются чтобы держать координацию в прыжке без рук да было сальто давай давай вот ну и разбирается он соответственно тоже очень быстро то есть осенью я его разберу уже когда станет холодно зимой конечно валенках прыгать не будем на батуте осенью разберу беру и весной снова соберу пойдем с этой стороны еще посмотрим у нас вот такие подсолнуки тут красота какая кукуруза початки мы уже едим мы не дожидаемся когда она полностью созреет борт желтые а вот молодую это уже даже велика то есть молодые початки срываем и прямо с сердцевины едим ну как репу молодую все да напрыгались ну ладно хорошо ну вот хотел я в этом рассказать очень я считаю нужная вещь для ребят все сделано так нормально чипову с денег она стоит своих материалка не все это прыгают хорошо натянуты ничего не ослаб за все лето и ничего пока не порвалось очень удобно вообще советую давно мы хотели такой приобрести подкопили денег и ребята сетка тоже нормально все она видите как вот сверху одеваться и у нас сверху натягивать получается вот на эти стержни тоже закрепляется видимо на болтах одевается вот это как типа изолон какой-то мягкий от трубку снимал или где-то не повредиться это мягкий и вот они видите как бы чехольчики одевается сверху одновременно равномерно натягиваются все быстро надежно все прошито мне понравилось ничего не ржавеет трубка на вид из такого типа сплав с алюминием такой жесткий ничего не ржавеет под дождем у нас вот так вот кусты поставили там яблони тут смородина тут терновник внутри получилось место у нас тут свободное смотрите сколько терновника много все ветки ломятся просто сломаться смотрите сколько его тут нынче у нас он еще зеленый он будет осенью зреть сентябре не раньше сентябре в октябре даже вот еще подморозит уже он будет такой сладкий у нас такой сорт он не вяжет сладкий не вяжет ничего просто море терновника но он как бы дикий считается это вот ну вот есть какой-то мелковатый и ягод а вот у нас какой-то попался здесь сорт смотрите сколько его здесь у нас я не знаю тут ведра 2 небольшой куст ведра 2 точно соберем сколько его тут наливаются у нас яблок ничем много позднее сейчас покажу у нас позднее тоже вся она уже у нас изломанная крива косая но я не убираю посмотреть сколько нынче я вот тут у нас они еще небольшие еще они еще будут наливаться и покрупнее будут и они тоже где-то в сентябре не раньше и сладкий сладкий сок мне очень нравится даже не знаю какой потому что это не мы его садили здесь еще старые хозяева но это маленькие дички такие это яблонька такие вот яблочки красные будут красные красные но он тоже поздний сорт вот начинает окраснеть и вот там у нас ранее яблоня тоже небольшая надо ее потом будет немножко там облагородить на смотрите вся в яблоках мы уже тут сколько-то съели даже уже поели так неплохо и вот сколько вот они все мы уже едим потому что уже они уже отпадают уже лежат там на земле красненькие так если тряхнуть сейчас они будут отпадывать вот видите свободно взял даже не отрывал вот такие яблоки у нас медовые сочные вот так что можно сделать да а вот когда мы купили еще первый раз они вообще только в этом сальто просто прыгали да как зайчики прыгали и все ничего не делали не могли делать а потом постепенно постепенно стали всякие сайты делать но не сразу примерно неделю через две поэтому то есть навык развивается у ребят координация движений вот так вот на голове он не стоял научился стойку делать да развивается все группы мышц так вот в полете координируется движение видите поэтому для развития детей я считаю такой батут необходим как обезьянки прыгают если поменьше диаметром здесь где-то метра полтора по моему есть полтора два на сам маленький у нас есть у соседей но я думаю там совсем места мало всем их маловат это я считаю минимум такой поставить нормальный для начала и так по цене более-менее приемлемо и и по качеству хорошо вот так вот да кульбин за кульбитом ну ладно вот я хотел вам рассказать про про этот батут показал кому интересно думаю информация мог пригодиться ну давай еще раз будем заканчивать кино ну ладно всем до новых встреч увидимся в следующих фильмах пока